Друзья, здравствуйте! Сегодня расскажу вам про Снежное. Снежное – это населенный пункт на Чукотке и такой небольшой национальный поселочек, в первую очередь Тельневодческий. Он находится в среднем течении реки Анадырь, достаточно далеко от Анадыря. По пути к нему проходится населенный пункт Краснено. Краснено – это 180 километров от Анадыря, то Снежное – это уже порядка 300, наверное, даже чуть побольше километров. Само по себе населенный пункт небольшой, постоянно живет человек 200-250. Живут они оленеводством в основном. Естественно, рыболовство – это населенный пункт на реке, грибы, ягоды, собирательство. Очень колоритный населенный пункт, прям очень колоритный. То есть это населенный пункт, где вы можете побыть в Яранге, при желании даже поспать в Яранге, пообщаться с настоящими оленеводами, съездить в стойбище. Совершенно шикарное место в плане какого-то, я бы сказал, немножко разнообразия ландшафтного, потому что тот берег реки, на котором расположено само Снежное, ну прям вылитая американская прерия, такое вот ощущение, что индейцы выйдут из-за каждого куста. Вот прям прерию снимать там фильмы про индейцев запросто можно. А противоположная река, прям напротив, да? Это уже такие прям чукотские джунгли сланиковые, заросли огромные, выше человеческого роста этого сланика безумно пахнущего, огромное количество ягод и грибов, вокруг нетронутая тундра. Снежное не связано ни дорожной, ни железнодорожной сетью, ни с одним из городов. Попасть туда можно только либо по реке, либо авиацией. Самый лучший сезон, чтобы побывать в снежном, это, я бы сказал, август-сентябрь, ну и весенний сезон, конечно, это с марта по май. Почему август-сентябрь? Потому что в июле все-таки еще могут быть комарики, которые могут для кого-то представлять проблему, то в августе эта проблема, в общем-то, снижается. Село имеет все необходимые атрибуты цивилизации, там есть интернет, там есть баня, там есть электричество, водопровод, то есть все необходимое для жизни там есть. Село отличается редким гостеприимством, кстати, людей, очень интересный глава, там очень интересный у него зам, они такие гостеприимные очень люди, отсутствует любой криминал в селе, никто никогда не воровал, никто, ничего такого там не происходит. Естественно, что выбираясь далеко от села все-таки только с проводником, потому что можете выйти на медведя, на лося там и так далее, то есть те, кто в принципе может представлять для людей, ну там определенную опасность, да, в каком-то степени, поэтому лучше с проводниками все-таки выходить далеко оттуда, это все-таки Чукотка. Но при этом можно почувствовать сам дух Чукотки, да, то есть если мы говорим Красненная, это в первую очередь такой рыболовный населенный пункт, да, где больше там от рыбы зависит, то Снежная, это уже больше оленеводческий, это немножко другая культура, совершенно другая культура. Там прекрасный ДК, очень интересная заведующая, который такой неравнодушный человек, который устраивает там праздники всякие, там День коренных народов хорошо они отмечают. Село достаточно благополучное, оно развивается, оно будет развиваться. В селе, естественно, есть магазин, то есть все необходимое там есть для жизни. Туда интересно ехать за грибами, ягодами, за охотой, за рыбалкой совершенно чудесной, для того, чтобы там просто провести время, походить, посмотреть по домам местных жителей. Например, вкуснее в своей жизни морса, чем в Снежном, я, наверное, никогда и нигде не пробовал. Морс из свежайшей голубики, с шикшей, с брусникой, с морожкой, с смородиной, с шиповником, он просто потрясающий совершенно, чукотский. И здесь нужно еще понимать, что Снежная, это экологически, наверное, одно из самых чистых мест на планете, потому что там на сотне километров вокруг нету никаких выхлопных труб, нету ни заводов, ни ничего такого, что могло бы засорять окружающую среду. То есть это вот прям потрясающий такой детокс для организма, потому что вы очищаетесь, вы едите настоящую природную еду, да, оленину, которую, естественно, никто никогда никакими антибиотиками там не колол, не колол их никакими гормонами, чтобы они вес набирали. То есть это природное чистое мясо. Естественно, то же самое касается грибов, ягод, рыбы. Они совершенно чистейшие, это не выращенное в прудах, там, и никаких там генных модификаций нет. Это чистейший воздух совершенно, потрясающая вода. То есть там организм, хотите, не хотите, у вас очень быстро очищается от всего того, от всей той грязи, мусора, которую мы набираем здесь в нашей жизни на материке, да, как это называют, ну, чукоткий материк. Побывать там очень интересно, пообщаться с местными жителями очень интересно, это очень интересная культура, тем более, что и маршрут туда достаточно интересен. Маршрут туда проходит и через Красненок, где тоже есть чего посмотреть, и очень немало. И, соответственно, обратный маршрут тоже очень интересный. Побывать там стоит и с семьей, там есть все условия, в том числе и с маленькими детьми там можно быть, то есть это цивилизованный поселок, где все блага цивилизации есть. Но это такой потрясающий какой-то экспириенс в жизни, который вы вот, наверное, больше нигде вы никогда не смогли бы пережить. А вот показывая фотографии там буквально вот из сердца Чукотки, да, рассказывая, как вы там были, вы невольно получите уважение и внимание всех окружающих, потому что это все-таки там не Крым, не Сочи, не Турция, да, это прям вот реально путешествие. При том, что здесь это путешествие, оно еще сопровождается достаточно такой интересной, насыщенной и не короткой, не коротким путем по реке, когда можно остановиться там где-то, причалить, сварить уху, там пожарить оленинки на сковородочке на костре, устроить пикник и так далее. То есть от Анадыря туда идем через Красненов, Красненов ночуем, доходим в Снежное, Снежным, соответственно, там устраиваем совершенно разные виды активности, там очень много чего интересного можно делать, там, начиная от того, чтобы поучиться бросать чукотский орган, который называется чаат, которым олени ловят, да, интересно достаточно мероприятие, поучиться там ставить и орангу, попробовать сварить оленину на костре, что из этого получится, вот сможете или не сможете, да, варить вкуснейшего морса, да, покушать ягоды, грибов, там, сходить на рыбалку, на охоту, это там совершенно классно. Передвижения вокруг Снежного, они осуществляются либо на вездеходах, либо на квадроциклах, либо на водном транспорте, катеролодке, и там есть куда пройти, а рядом есть побольше населенный пункт, уже прям вот такой цивилизации, он буквально в 17 километрах, это Усть-Белая, куда тоже по пути можно зайти, когда вы идете на Красненов, он по пути у вас, а выше по реке это уже Марково, но это еще почти 300 километров выше. Ну, Снежное, оно, я бы сказал, его, наверное, такая особая фишка в том, что это оленеводческая, во-первых, населенный пункт оленеводческий, это совершенно, вот, культура очень интересная оленеводов, ну и плюс потрясающая гостеприимность местных жителей, которые очень такие, какие-то открытые души, чистые какие-то, может быть, чуточку наивные, но ни в коем случае не глупые люди, люди, с которыми очень интересно побеседовать, послушать их мировоззрение, послушать их философию, как они смотрят на жизнь, как они ее воспринимают, как они живут там, потому что это совершенно другое, это совершенно не похоже на то, к чему привыкли вы здесь, это другой мир, который по-другому устроен, и посмотреть его, это, ну, как будто слетать на другую планету, то есть вы жили в одной цивилизации, видели одно, а тут вы попали в то, что совершенно другое, и выглядит совершенно иначе, и живет по другим правилам, совершенно интересным каким-то, очень необычным, так скажем, непривычным для нас. Добро пожаловать в Снежное! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!